Поводом для следующего сюжета послужило обращение зооволонтеров в средства массовой информации в связи с очередным выпиющим случаем. В мусорном контейнере найдены живые щенки. И такие находки в Наринмаре далеко не редкость. Эта маленькая собачка – одна из пятерых щенят, обнаруженных зооволонтерами в мусорном контейнере. Вечером Катерине сообщили, что из мусорника слышен писк то ли котят, то ли щенков. В пластиковом пакете оказались живые щенки. Почти всех братьев и сестер этой малышки удалось раздать в добрые руки. Только один щенок умер. Выжившим малышам нужен постоянный уход. Эту девочку приходится кормить каждые два часа – и днем, и ночью. А еще делать массаж живота и просто согревать теплом. Поэтому Катерине приходится брать ее с собой даже на работу. В этом году очень много. И котята, и щенки были в этом году. И получается, люди совсем не хотят стерилизовать. Мы пишем в группе очень бездомных животных, много стерилизации. И много пропагандируем, что нужно стерилизовать. Но нам хамят, грубят, говорят, что люди знают, что они делают. Участники группы в социальных сетях, которые состоят за волонтеры, помогают стерилизовать бездомных животных, которых люди забирают из частного приюта или передержки. У нас, получается, с льготной стерилизацией не очень-то люди идут на эту стерилизацию. Им как бы все элементарно – прийти вот сюда, в мыльную оперу, взять талончик на стерилизацию. Мы подписываем его в четыре лапки, человек идет, он договаривается о времени. Там Анастасия Николаевна, она делает стерилизацию. Нужно послать фотографию животного, которого сделали. И мы оплачиваем, получается, часть. Льготную стерилизацию абсолютно бесплатную предлагают и тем хозяевам, кто взял животное с пункта временного содержания, который работает при станции по борьбе с болезнями животных. Что мы подразумеваем под стерилизацией и кастрацией? Мы, например, конкретно мы удаляем полностью и матку, и яичники. То есть у животного прекращается течка, она не приходит в охоту. Соответственно, животные, которые во время охоты могут, например, проявить агрессию или у них появляется псевдолактация, и начинается мечение различных предметов в квартире. То есть мы вот этим образом все исключаем. А самое главное, такая процедура помогает хозяевам избежать ненужного потомства от любимого животного. Но, как ни странно, убедить владельца в необходимости стерилизации животного бывает крайне трудно. В качестве контраргументов собаководы и любители кошек приводят тысячу и одну причину. Им проще выбросить щенят и котят в мусорный контейнер. Недавно привезли пакетик замерзших уже новорожденных щенков от МЧС. То есть там уже, в принципе, выходить уже смысла их не было. То есть у нас и кормящей мамы не было, и, собственно говоря, щенки уже были все полузамерзшие. То есть это вообще какое-то кощунство. Так неправильно. Лучше один раз потратиться. В районе 3,5-5 тысяч стоит операция на собаку. И в районе тоже 3 тысяч стоит операция, чтобы сделать стерилизацию кошки. Пункт временного содержания – частный приют, переполненный бездомными животными. Например, вот эти собачки уже 4 месяца ждут своих добрых хозяев. Но желающих нет. В принципе, за жестокое обращение с животными существует уголовная ответственность по статье 245 Уголовного кодекса. Но применить ее на практике крайне трудно. Можно привлечь нерадивых хозяев к административной ответственности. Как в Нинецком автономном округе данную ситуацию решают? Значит, привлекают виновных, совершивших жестокое обращение с животными, к административной ответственности по статье 10.6. Это нарушение эпидемиологических и ветеринарных норм. И направляют в инспекцию по ветеринарному надзору, МАУ, для привлечения к административной ответственности. Административная ответственность от 500 до 1000 рублей для физических лиц. С января 2020 года в России должен вступить в силу закон об ответственном обращении с животными. В нем четко прописаны аспекты, по которым в том числе и нерадивого хозяина можно привлечь к ответственности. И вот как раз случай, о котором вы речь ведете, он попадает под вид жестокого обращения. Там прямо сказано в статье 11 о том, что необходимо нести ответственность за принадлежащих животных до определения их судьбы дальнейшей. То есть, либо помещение в приют, либо передача другому собственнику. И все-таки стоит оставаться людьми милосердными и гуманными. Самый простой и доступный способ, чтобы остановить этот нескончаемый поток никому не нужных, умирающих от мороза и голода животных – стерилизация. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.